Всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen, и сегодня мы будем делать реакцию на Cliffside. Так что, пожалуйста, не надо мне писать по поводу того, что с вебкой и так далее. Я просто решил немножко, немножко переделать стиль, и под Cliffside я переделал, собственно, кадр. Точнее, фильтр наложил другой. Что ж, давайте-ка начнем. Это пилотный выпуск, и он выходил, между прочим, два года назад, или же полтора года назад, около того. Так что, давайте-ка смотрим. Второй эпизод неизвестно, когда будет, и неизвестно, когда-либо будет. Но, все же, не посоветовали, я решил посмотреть. Это Клипсайд! Город без законов, который управляет самый беспощадный, самый уклоняющийся от налогов, самый бесстрашный, отрешим из подлых, также известный как мой закадровый голос. Классно. Что-то кто-то сказал? Нет. Что-то за кадровым голосом. А это не я. Это был я. Я непудышный Джерри. Стрелок и разбойник. Исчезни же, монстр, обратно на свои утесы. Байлен, ты нужен моему отцу. А, Джо, осторожней! Страшно. Я сказал, исчезни! Это честная Джо, мой криминальный партнер. Она никогда не лжет. Ты в этом плохо. Не пойму, как вообще можно быть ковбоем и быть плохо в стрельбе? Странная тема. Ой-ой, забыл, что они так умеют. Пешеход на заднем плане, берегись! Да не обращай внимания, я просто прохожу мимо. Я, как бы, пуст. Тоже. Ну, важно то, что мы дерем сюда. Стоп, что? Отлично! Я стреляю лучше, чем я думал. Джо, помоги! Я был нахалом, я знаю, что-то ты их подстрелила. Джо, ну, извини, я усвоил урок. Но втайне я не успел. О, господи, боже, еще один. Теперь я у своего урока в два раза быстрее. Гляга. Гляга. Эпизод первый, пилотный выпуск. Шерепшишкин, отдай деньги, никто не пострадает. Не в этот раз никудышник. Кое-кто сдал тебя. О, нет. Мой бывший партнер занимаешься. Что? О, о, о. Ты же помнишь, что этот город окружен монстрами? Да о чем ты вообще? Я построил где-то 50 во вступлении. 50. Даже не заплакал. И нет ничего подозрительного, что ты упомянул именно это. Ну да. Да без разницы, радуйся, что я вообще тебе помог. Я никудышный Джерри, ужасно подлый стрелок. Вообще, знаете, никудышный Джерри, это такое себе как-то кликуха или прозвище. В особенности, когда ты ковбой. Что это за ковбойское прозвище? Я однажды застрелил человека, просто потому что он на меня посмотрел, а потом убил его, потому что он умер. Как так? Застрелил, а потом убил. Пью, пью. Ростен, притвори, что ты на дозоре. Ладно. Да уж. Еще в лес идти за своим револьвером. Давай. О, нет. О, леска. Это какая-то паутина, что ли? Или... Как он... Да, это паутина. И у него нету револьвера, чтобы зачтиться. Все. А, привет. Ой, бедная ворона. Все, хорошо, можешь оставаться там. Ай, мои четыре глаза. Ладно, это было странно. Нет, не было. Это было... Ужасающе. А теперь я тебя съем. Блин, какая же она милашка, я не знаю. А теперь я тебя съем. Прекрати. Я никудышный Джерри. Самый полный разбойник из всех. Я застрелил шерифа, просто потому что был угрюмым, так как стрелил шерифа весь день. Правда? Да. Я такой подый, что расстрелял всю свою банду, только потому что мой А-пистолет стал тяжелым из-за лишних патронов. А еще я достаточно долго отвлекал глупого паука, что смог сбежать из ее глупо-паутины. Ой, зря. Ауч. Ну, что более важно... Это было изящно. Ну, какого хрена ты... Так, что тут у нас? Похоже, Корди наконец-то смогла поймать что-то помимо мух. Привет, Янис. Привет, сама смерть. Жесть. Хорошо сказано. Итак, может, отдашь нам маленького ковбоя? Погоди, что? Но ты только что говорила... О, прошу тебя, Корди, займись уже чем-нибудь полезным. Понаблюдай за добычей или еще чего-нибудь. Экстация бесполезности. Будешь снова искать еду возле моего гнезда? Я оторву твою головку. А, да закрой уже крышку. Она спокойно собиралась съесть меня, пока бы двое не появились. Ты не задумывалась, может, я смогу что-то сделать, чем просто стоять и смотреть? Погоди, ты имеешь в виду меня? Кого? Я сожалею вас с тольим и током. Думаю, вы мне намного больше понравитесь в виде мокрого места. Ты заступился за меня. Нет, я думаю, я проецировал личные проблемы. Блин, вот я так задумался, с этого могла выйти классная какая-нибудь мультовая игра. Вот, серьезно, даже если так вот посмотреть. Типа, знаете, в стиле Dark Souls, но мультикапляционный. Это очень круто было бы. Это было... Это было потрясающе, ты был таким потрясающим. Я собирался сказать, сомнительная физика, но да, в смысле, конечно, я был потрясающим. Погоди, серьезно? Они были такие, ми-ми-ми. А ты был такой, эээ, возьми крышку и закрой ей это. Ты противостоял им. Я хочу быть прямо, как ты. О, я даже не знаю. Жизнь разбойника непростая. Это... Было довольно круто, что ты сделала сама. Да. Я сделаю это. Что угодно. Жесть. Что ж, раз ты видела, насколько я великолепен, я полагаю, у меня нет выбора. Вау, монтаж это опасно. Горди, я не думал, что мы будем граба... Руки вверх, вы окружены. Что? Но я не... Вы никогда не возьмете нас живыми! Но мы открыты для предложений. Горди, я... Это вышло из-под контроля. Все в порядке, я справлюсь. Я не подведу тебя, обещаю. Ладно, значит смерть. Вот так. Гейлен. Боже. Что за чертовщина здесь происходит? О, боже, она говорит с южным акцентом. Эй, лапы прочь от моего партнера. Однажды я застрелила человека. А теперь даже общаться стала, как он. Чкида, простите. Бейлон, объясни. Это не моя вина. Это паучиха пыталась меня съесть. Мне нравится твоя шляпа. Я учу ее тому, как быть стрелком, но типа... Ах, Джод, ты должна была это видеть. Мы убили этого огромного птеродактиля. И саму смерть. Ну, не саму смерть. Ты не можешь убить смерть. А, ну да, в смысле, это звучит логично. Ну, как бы она вернется. В любом случае, мы это... Я это, ну, просто... Стоп, что? Хорошо. Я немного подзабыла язык ужасно жужжащих муть, но думаю, он хочет получить от никудышнего Джерри... Шляпу? Шарф? Ну, ясное дело, что делал ему. Не обращайте внимания, я просто перехал... А, вот и перешел. Что сейчас произошло? Так, ты усвоишь свой урок, или... Я... Могу я выучить его во время дуэли? Только по-бырому. Корди, я все выдумал. Что? Ничего, время дуэли! Эй, смерть! Почему бы тебе не выбрать кого-то из твоего метафизического состояния? Приготовься, смерть! Я сделаю с тобой то, что должен был сделать во время нашей первой встречи! Продемонстрирую одобрение! Видите ли, мистер, сама смерть? Я кое-что сегодня уяснил. Боже, мне интересно, что там происходит? Вообще, похоже, он справляется. Таким образом, мораль эпизода такова. Если ты поддерживаешь кого-то достаточно долго, ты можешь заставить их делать, что скажешь. Кто тут хорошая смерть? Да, это ты, ты заслужил звездочку. Пожалуйста, не убивай меня. Бедняга. Знаешь, технически, если ты будешь нашим шерифом и будешь защищать город, то мертвых людей станет меньше, а у тебя станет меньше работы, если ты, конечно, не думала об этом. Нет! Ну, это, кстати, предложение неплохое. Эх, он ничему не научился. Новый шериф. Ты чертовски права, это я спас город! У-ху! Хотела бы я получать похвалу за то, что испортила и кое-как исправила. Итак, кто хочет в дозор? Ты шутишь, теперь я слишком круто для этого. Ай! Да, я хочу. Я тоже. Однажды я наблюдала за кое-чем и отвлеклась всего-то на три часа. Паучиха с нами не идет. Эй, Джо, кстати, если место шерифа было не занято, то что случилось с шерифом, который был до смерти? Я знаю. Застрелен. Возможно, бандитами. Преступника так и не поймали. Очуметь. Озвучено командой Тим Кроф. Если вам понравилось наше... Блин, ребят. Этому проекту можно просто похлопать. Правда, не стоя, я не хочу вставать со стула. Но, блин, вы понимаете, это было очень круто. Таких анимаций действительно на Ютубе не хватает. Мне его рекомендовали как очень качественную анимацию. И эти слова оправдались. Я увидел и там волосы, развивающиеся на ветру, и очень ускоренную анимацию, и какие-то приколы, и хорошую озвучку, даже русскую и оригинальную. Интересный подход автора оригинала, то, что он последнюю песню, ну, под которой был монтаж, когда он вместе с Паучихой, типа, он всему учил Паучиху. Интересный был ход сделать музыку под, как бы, голос автора. Типа, музыка из голоса автора, или же, там, пение автора, что-то такое. Но это очень круто звучит, ребят. Это забавно было сделано. Очень много шуток, очень все быстро происходит. Но я все-таки хотел бы увидеть это продолжение. Вот, если так задуматься, Ютубу не хватает чего-то ковбойского. Если там посмотреть что-то ковбойское, есть, там, есть какие-то, там, я не знаю, клипы. Вот, пожалуйста. Блин, как же называется эта песня? Про коней. Хорс. Олд тайм роуд. Вот. Клипы есть, как Олд тайм роуд. Есть скетчи. Есть всякое такое. Но анимаций нету. Их просто нету. Это, наверное, одна из тех анимаций. Ну, разве что, знаете, разве что какие-то рандомные анимации по овервотчу. Это да, есть. Я видел. Типа, прям, макри. Где он... И все в таком вот духе. Но таких вот анимаций, которые бы создали какое-то свое новое сообщество, таких нету. И это очень круто, что появилась вот такая вот работа. Я бы очень надеялся, что сам автор сделает продолжение. Но весточки нету уже очень и очень давно. Из-за чего я переживаю. Потому что я бы хотел видеть чего-то нового. Ну, именно этой работы. Так-то есть клипсайт, выпущенный целых два года назад. И один месяц назад какая-то анимация International Cube. Так что новостей пока нету по поводу клипсайда, к сожалению. Но я бы надеялся и надеялся, что все будет. Скоро все будет. А, год назад он выпускал такую тему в сообществе, где сказал, что он попытается пообдейтить видео. Но будем ждать, будем надеяться и будем ожидать того, что он решит сделать и решит ли он продолжить. Это будет интересно и очень круто. Что ж, всем спасибо за просмотр, ребят. С вами был FlutterGreen. Всем удачки и всем пока-пока. Пока.